Щикатоли, 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 щикатоли Эх, блять, мы сейчас идем в туалет И я снимаю твою задницу Всем привет, друзья, с вами Никита Мелстроев, Юлия Мелстроев Братья Мелстроевы Мы братья Мелстроев, если вы не знали Поедем в Турцию скоро Первый ролик в этом году Всем привет, всем здравствуйте Смотрим неравный брак Короче, прямо сейчас я нажимаю кнопку И короче, прямо сейчас, блять, смотрим ролик За пять тысяч что сделаешь? Соснешь? За пятерку? Ладно, похуй, десятка, блять Ему очень нравится эта песня Мавроди Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та Что такое неравный брак и как прожить его счастливо? Смотрите Ну как счастливо прожить? Нужно купить маму квартирой Или что там, машиной Что еще там было? Ну вот чтоб счастливо прожить нужно квартиру Или сказать, а в общем ничего менять не буду Все хорошие, все будет хорошо Либо Терпеть, пока мужик в командировке приезжает ебать тебя Не пять раз в день, конечно Календарь секса Календарь секса Помнишь? Вон ты, Настя, ты штраф теперь должен Герои нашей программы пара из Москвы Валентин Дудкин и Юлия Слабко Валентин младше Юлии на 14 лет Ему 22, а Юлия 36 Мы пара, у нас отношение уже 4 года Йоу, спиннеры Да, он как будто хуманизированная версия спиннера Если бы спиннер в человека превратили, то бы был он Мы очень интересная пара Мы очень необычная пара Юлия Слабко родилась в Челябинске в 85 году В семье предпринимателя и учительницы истории Валентин Дудкин родился в 99-м Когда 14-летняя Юля уже оканчивала музыкальную школу по классу фортепиано Папа Валентина начальник инкассации в банке Мама домохозяйка Валентин четвертый и младший ребенок в семье Ну, ввиду того, что я... Ебать! Мой елдак, мой елдак Это же мой елдак Рэпер в первом кадре, а сейчас выглядит как дудочник Не знаю Дудкин, какая фамилия забавная Дудкин? Дудкин Я недавно видел девушку с фамилией Поддубная Я такой, классная фамилия Классная, под дубом тебя нашли как будто Вот сразу представляется такой пуп с розовощеки У него такие завитушки Поддубные ребенок И у него родители на самом деле короли Да, он в такой корзинке шелком накрыт Ну, блять, я теперь не хочу смотреть теперь сказку Хочу посмотреть такую Блять, ебать, это реально стиль Эльдара Джарахова Ты не видишь, что ли? Ты не видишь или... Ну, так раньше этого лоха играл в клипах Типа, вот так вот одеваясь Ты это имеешь в виду? Не, он ходил так Не, не Да Не знаю, не слежу за Эльдаром Ну, вот Короче, все, кто знают, знают Если в комментариях мои люди Пожалуйста, отзовитесь в комментах мои люди Те, кто знает Это одновременно и хорошо И думаю, что это и не очень хорошо Юлия получила два высших образования Психологическое и лингвистическое В 2011 году вышла замуж и родила сына Но брак распался через два года из-за измен мужа Для меня пример настоящей лингви Это отношения моих родителей, которые с садика вместе То есть они ходили в один садик Ну, то есть нереальное что-то, да? Случай один на миллиард То есть то, что они не выбирали Это идеал ее отношений Люди, которые просто выросли бок о бок И не выбирали быть с другом Бля, я в садике как-то раз обделался Не хочу, чтобы об этом помнила моя супруга Вспоминаю момент из интервью Кукаяк Где он сказал, что он обосрался в постели От антидепрессантов Бля, я тебе какую-то милую, веселую историю рассказал Какую-то, бля, кто меня сейчас променал, брат? Ну, депрессия была Он говорит, я выпил и просто ночью обосрался Бля, брат, да он хорошо Ну, точнее, нехорошо Че за хуй ты мне это рассказываешь-то, бля? Ну, к тому, что я думаю, ты б справился Но обосрался при жене милки Да даже взрослым, и че? Че ты не обсирался никогда? Взрослым? Ну, там, допустим, до двадцати Нет, до двадцати, конечно, было В девятом классе я обосрался Ну, там была ситуация Там была ситуация, да Когда ты вот в таком возрасте Ты не можешь просчитать все ходы Своего кишечника и обстановки Да я думал, я нормально доживу А при... Нет, прикидывай, что самое обидное? Когда я обосрался Когда открыл дверь в туалет Поднялся на... Поднимался на лифте Жиза Жесть, так обидно было Чем ближе ты к туалету, тем сильнее хочется срать Я обосрался, когда дверь в квартиру открыл, прикинь? Но это не так, в принципе, обидно Это вот прям было И ты такой А, брат, домой Нет, нет, уже Я прям, блять, я же бледный был До дома это прям такой ужас Зима была или какой? Лет Бля, у меня зима Мне прям пот Ты прям вот так вот до дома бежишь Не в силах терпеть Бля, а еще знаешь, что самое стрёмное? Я школу прогуливал тогда И я, типа, прогулял в школу Я возвращаюсь домой Мама такая говорит, ты че делаешь? Я говорю, мама, в туалет смотришь И в итоге я Я думал, матери нету дома Думал, что ладно, хорошо, я уж поднимаюсь Думаю, ладно, сейчас как-то штаны быстренько промою Там это все дела А в итоге я в штаны обосрался И еще спалили, что я в школу прогулял Вот этот день был Вот они, живут счастливо в браке Сыну Юлии Вове было 5 лет Когда она решилась А я тоже не понял, к чему мы про это А, к тому, что ее родители с детского сада в гостях А-а-а, нихуя себе, точно Ношение и зарегистрировалось на сайте знакомств В это же время Валентину исполнилось 18 Он только окончил школу И захотел найти девушку Я искал девушку для развлечений Мне 18 лет Было тогда очень молодой Горячий Юлия 32 Она защитила кандидатскую по филологии И преподает английский язык В Челябинском институте Где студенты Ровесники Валентина Называют ее по имени-отчеству Сообщение на сайте знакомств От 18-летнего парня Юлия всерьез не восприняла На самом деле первая реакция у меня была Не очень однозначная Когда я посмотрела фотографии Я посмотрела, думаю, господи 18 лет, мне 32 Вообще, о чем надо разговаривать Но я ходила с какими-то вот Не то что бабочками в животе А у меня не выходило из головы это сообщение Там реально было так круто написано И я думаю, ну, наверное, может Филолог говорит Впечатлил ее сообщение Можно ответить, почему нет Просто же общаться можно На сайте в анкете Юля представилась преподавателем английского И указала реальный возраст Я предложил встретиться под предлогом Что мне нужен учитель английского языка И я пришел Ну, еще я выбежал И мы занимались английским Наверное, минут пять И потом, после этого Пообщавшись Мы поняли, что мы интересные собеседники И нам интересно продолжить диалог Несмотря на неодобрение родных и друзей Юлия и Валентин Начали встречаться Ну, сестра, в принципе Всегда мне говорила, что он молодой И хочет гулять И ничего такого серьезного не хочет Ему это не нужно И чтобы я была... Ну, вот сравните старые фотографии И новые Как все-таки вот... Она лучше того выглядела Прям... Она расцвела Да Я забеременененен Я забеременененен Ну, мы провели время вместе И в какой-то момент Был диалог, что Так круто, когда тебя кто-то ждет И тут я почему-то сказала Ну, давай я буду тебя ждать На тот момент Юля весила 112 килограммов Она поставила себе цель За год похудеть на 50 Валентин все это время... Так нет, он, наверное, приехал и такой Ебать, и что? А я... А нахуй мне это надо? Где второй человек, блядь? Так я вообще-то за другого человека... А 50 килограмм за год терять Это не круто? Звучит как что-то очень страшное Вот если честно, те миллион человек напишут, что это охуенно полезно И столько же человек напишут, что это охуенно вредно Чего бы ты ни делал Шла к своему результату гораздо быстрее Потому что по воскресеньям мы созванивались, делились впечатлениями, эмоциями Он меня всегда поддерживал Говорил, что, о, типа, давай-давай, очень круто И когда я к нему приехала на увольнение, он меня просто не узнал Я не узнал ее, и просто... Да это была абсолютно другая девушка физически В армии Валентин отслужил год Их отношения с Юлией продолжились Как и требования родных и близких Закончить роман из-за большой разницы в возрасте А ничего, что у нее из-за большой разницы в весе Теперь здоровья лучше нет? Об этом никто не подумал Может, он все-таки на нее хорошо влияет? Ну, кстати, но это не с ее стороны претензии А с его, наверное, стороны мамы... Нет, нет, с родителей и с ее стороны нет? Нет, я думаю, что с его стороны у родителей претензии есть Валентин отслужил год Их отношения с Юлией продолжились Как и требования родных и близких Закончить роман из-за большой разницы в возрасте Семья была в шоке, когда я сказала, что у нее серьезные отношения с... Ну, прикинь, 50 килограмм Он ей просто, я не знаю, десяток лет жизни подарил Ну да Если не больше Но, с другой стороны, она их быстро наест обратно Так просто произойдет, к сожалению Да Поэтому Юля предложила Валентину переехать из Челябинска в Москву Ну, если она, конечно, не рубанула желудок А именно сама похудела диетами и прочими 50 килограмм за год Да это дохуя, чувак Это юбнутая потеря веса Это будет потом такая отдача дичайшая Предлагаю тебе поехать Я говорю, у нас мужичок в зале Вот я помню, я приходил в зал Только-только это было, вот лет пять назад, да Он был толстым И я ходил года полтора И прям он похудел Очень хорошо похудел А мужику лет 50 Ну, чтобы ты понимал И вот я забил в зал на много лет Возвращаюсь И вижу этого мужика Еба, я его даже не узнал сначала Там, блядь, он вернул Не просто вернул то, что было Он, блядь, еще в два раза больше стал Красавчик Я тебе так скажу Вот ничего не хочу сказать Но я никогда не видел такую маленькую жопу На таком большом теле, блядь Ну, как будто что-то нереальное Как будто в редакторе сделан Чтобы сказать, да Блядь, верно Семилетнего сына Юлия оставила в Челябинске с родителями Правильно, нахрен И переехала с Валентином в Москву Где устроилась работать преподавателем английского языка Но съезжать Блядь, блядь, уже все Я устала Я хочу ебаться с молодым парнем Я еще похудела Смотри как Твоя мама просто 10 лет моложе стала Все, я в Москву тусить Ходить на вечеринке Где чуваки будут надевать носок Нахуй, не знаю, вообще Будет делать все что угодно А ты сиди с дедом, с бабкой Пара не спешила Валентин предложил сначала пожить Я просто не понимаю причину Их же не нужда Я ее отправила туда Куда? Ну, в Москву Не было такого, что в нашем городе нет работы Есть нечего И мне нужно ехать Приспредпадает она в Челябинске Зарабатывать, чтобы сына прокормить Просто с нихуя Такие Воселился у старшего брата Который давно обосновался в столице Я хочу жить вместе с Валентином Хочу, чтобы у нас была семья Что этому мешает Мешает окружение, которое меня не принимает Вальки, но... Через полгода после переезда в Москву Валентин устроился на работу Администратором в компьютерный клуб И поступил в Академию предпринимательства На педагога Стёр Маркером нарисовал А Академия предпринимательства Это какая-то хуйня в стиле бизнес-молодости, да, наверное? Ну это явно не образование Ну вот так, что-то это срань какая-то полная Академия предпринимательства звучит так Как будто ты можешь найти всю ту же самую информацию в интернете Ой, а ты видел новое видео Возвращение Лерчик? Кого? Семей, ну Лерчик Ну взяли за жопу недавно всех инфо-цыганов крупных И Лерчик это одна из самых таких главных инфо-цыганов страны Не знала И там пиздец, столько пафоса Пафосы? Очень пафосы по возвращению Мы старые не потерялись Бывшие одноклассники перебрались в столицу Таким образом количество противников союза Валентина и Юли Лишь выросло Все друзья подталкивают молодого человека к расставанию со взрослой Юлей У меня не всегда хорошо складываются отношения с друзьями Валентина Они меня не до конца принимают Из-за нашей разницы в возрасте Да просто тоже кепку задом наперед надень и все, я тебя за свою приму И скейтборд, блядь, таскай за собой Чел в кепке сидит в помещении, во-первых А во-вторых он ее задом наперед надел И в-третьих он ее надел не до конца, а так, чтобы повыше, подлиннее лицо казалось Зачем? Че еще, дед, скажешь? Как молодежь не понимаешь Зачем он эту кепку, черт возьми, так высоко поднял? Нахуя, ну он выглядит Надел задом наперед Он выглядит как придурок Я, блядь, не буду молчать Мое время, кепки так не носили Солнце светило вперед тебе в лицо Кепку одел Ты можешь носить кепку, раз Когда тебе нужно закрыть глаза от солнца Два Когда ты прячешь лысину и надеваешь ее Либо вперед, либо назад И три Когда ты не хочешь, чтобы во время тренировки Потные волосы тебе в глаза лезли Ты тоже надеваешь Повязку можно для этого купить Ну если ты пидор, то конечно Если ты нормальный мужик Надень кепку задом наперед Или терпи Или збри патлы нахуй Что они тебе в глаза не лезут Валентин пытается сделать все возможное Чтобы его друзья Как хорошо Без кепки Юльчик Слушай, по поводу наших планов Тут есть небольшие корректировки Хуйня какая-то Ну короче, друзья мне написали сейчас Предложили Может и вены резал? Так скрывают это? Ворваться на одну тусовку прикольную В этот Матадор или как там назывался этот клуб? Там нужен носок Там Киркоров будет, все дела Давай, может туда пойдем? Да ну блин, капец Все и субботы Думала мы вместе побудем Дома полежим Да блин, мы что старые люди Чтобы лежать дома Под пледом там Кости ломит что ли Мы не можем поделить время На друзей И на друг друга То есть я пытаюсь чаще Встречаться с друзьями Проводить с ними время А Юля хочет Чтобы мы проводили время вместе Где-то посидели дома Посмотрели Кинчи Окей Но если мне не понравится Я не буду там пустить Я пойду домой Сомнительно Но окей Вижу, да Светящиеся щечки Пиздец у них проблемы Там в прошлом выпуске Че было? Дорогая, дай мне денег Я знаю, эти 70 тысяч должен Ну дай мне денег А тут что? Блин, мы не знаем Как провести субботу Как нам тяжело Где трэш? Согласилась пойти Потому что думаю Что это способствует Я этого не понимаю С лапку Мне очень интересно Вау, вот это туса Мы будем кушать Пепперони Пицца И пить сок Апельсиновый Разъёв И там будет Витя У него крутой Андеркад Отбелённый Встречается с однокурсниками Валентина По Академии предпринимательства Нихуяся Они не школьники Чем занимаетесь? Хобби Может у вас есть какой-нибудь Я? Я спортом вода Вот Круто Они такие Сколько им лет? 22 Водка Я не знаю, что они Где вы Но современные школьники Не пьют Не пьют Сок И кепки носят В помещении Я преподаватель английского 20 В частной школе И в университете Чем вы увлекаетесь Кроме английского языка? Бля, я тебе говорю Одна из этих девчонок Сейчас скажет Что они типа Блин, а мне так нравится Скибеди туалет Сто процентов Они выглядят так Нажёрный зал И готовлюсь К конкурсу Висфитнес-викини О, я тоже годная пола Играла в школе 30 лет назад? Не, хорошо Так, это Это очень некрасиво Так что нельзя? Нельзя А как это? Почему она так сделала? Ну, зумеры такие весёлые Вам все хихоньки-хохоньки Над людьми в возрасте Посмеяться Бах, блядь Лежит человек Всё Вот это движение Стоило Юлику Недельного Постельного режима Прямо сейчас Только ради вас Она это сделала Вот и вы смеетесь В следующий раз Всё в порядке Сейчас мы Сейчас я тебе капельницу Сейчас мы сделаем Всё хорошо будет Всё хорошо будет И анальгин Нет, но ты, наверное, вряд ли уже родилась Юморная Переиграла Что я? Я с КВН играла Лол Рофл Они не знают Что такое КВН Отлично Мы же не такие глупые Чтобы не знали, что такое КВН В очередной раз я поняла Что у нас с друзьями Вали Нет ничего общего Вечеринка не сложилась Что, а шутки какие-то Две, блядь, невоспитанные У Юли не получилось найти общего языка С моими друзьями Духа нет, и не друзья Можно было бы как-нибудь Ей помудрее А, ты один из этих, да? Который друзей кидает Когда женщина появляется Ты один из таких, да? Я понял, что, блядь Ты же понимаешь, что ты старше их И знаешь, как два пальца своих вообще Ну, то есть они меня оскорбляли И я такая Ага, оскорбляйте меня вдвойне Один раз оскорбили Ну, давайте я второй раз послушаю Ну, чего нет Юлия и Валентин хотят добиться Расположения его друзей Именно друзья, по мнению обоих Портят отношения в паре Встреча не удалась Компания Валентина По-прежнему не принимает девушку Не помогли ни разговоры Ни камеры Короче, хотела наладить контакт С его друзьями И чего-то как-то вообще ничего не получилось Но они все молодые И у них какие-то мысли иногда Очень детские Вообще Они просто когда вот они идут Ее издалека Они начинают Дай, 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 дай Дай, дай Вале 22-летнего академики Был, 40-летnde У меня академики Ну, Валя-то по-другому же общается Ну, короче Ну, короче ично В общем, так себе все получилось Сомнительно Окей Ну, да, они общаются Юлиному сыну 9 лет. С отцом ребенка они разошлись без претензий и алиментов. Через полгода после переезда в Москву Юля купила трехкомнатную квартиру в ипотеку и перевезла всю свою семью из Челябинска. Как она фитнес-бикини готовится, если она картошку жрет с соусом сырным? Что? А что? Я не знаю, что фитнес-бикини. Женщина, я так понимаю, выходит на сцену в бикини и показывает, как они накачаны и проработаны мышцы. А она такая... Я готовлюсь к фитнес-бикини, что-то пеперони. Но готовлюсь не значит выступаю. С другой стороны. Готовлюсь всю жизнь к этому. С трус мужем и детьми и своего сына живут все вместе. С Валентином, который живет со старшим братом на селомой квартире, Юля также встречается на своей территории. Потому что там кепчик, хочется всех вкусов попробовать. Потому что отправить куда-нибудь их родительскую обязанность. Не просто в компьютер поиграть, а чтобы, не знаю, в больницу пусть ходят вместе. Вот Вовчик, может, надо там что-нибудь? Надо. Слушайте, да, это классная идея. Отправлю-ка я их в больницу. Просто понимаешь, если ты его не начнешь как бы к самостоятельности подводить, он еще как бы не поменяется. С 20-го года. Не обижайся, но вот сколько я за вами не буду ждать, ты уже все время дуешь. Знаешь, Валя то, Валя это, Валечка мой хороший. Как будто у тебя, знаешь, в тобой сыночка корзиночка растет. Ну что, у нас и Катя права, на самом деле, вот в этом плане. То есть нужно какую-то ответственность ему принимать, или хотя бы посмотреть, как он будет себя вести в той или иной ситуации. Подруги Юли считают, что Валентин такой же, как и его друзья. Инфантильный и безответственный. Подруги Хуюги считают то, а эти считают это. Что будет дальше? Я только не понял, что они предложили? В больницу сходить вместе? Что это за времяпрепровождение вообще? Вот наша проблема в том, что мы одно и то же шоу смотрим все выпуски и начинаем видеть структуру самого шоу. Я так считаю, в больницу твои родственники должны прийти только по одному поводу. На опознание. Мое мнение. Все остальные разы иди в больницу сам. Не нужно никого привлекать к этому. Вот зачем тебе показывать, что ты болеешь кому-то? Пусть все будет хорошо. Да? Все правильно. Происходит по его вине. При этом подруги верят, что... Ну ладно. Ну окей, хорошо. Если катастрофа какая-то произошла... Вообще никто не должен знать, что у тебя все плохо. Вообще. А, ты очень крутой. Я хотел сказать, что вот только если ты при смерти, тогда можно пустить. То есть лучше вообще. Вообще. Все пусть думают, что все хорошо. Он уехал в Питере, живет уже 20 лет, 30 лет, не пишет уже 10. Наверное, все очень хорошо. Квартиру на меня почему-то... Это гига. Ты гига. Переписали квартиру на меня почему-то, сына, так же не бывает. Ты альфа. Мне нравится это. Здрасте. У Валентина и Юли есть... Сигмоглик персиг мы с Винкой шли по полю. Налепили на спину амбазу по приколу. Чего-чего? И на встречу плялся что-то там стройный школьник. Мальчик, что случилось? Я поучил... Эй шелушай, 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 шелушай. Эй шелушай, самый добрый шелушай. Что такое? Эй шелушай, шел... Шелушай уже что-то болезнь какая-то. Что такое шелушай? А кто это? Маленький красивый, синий шлепка белый. Ты думаешь на ходу или что? Брат, вот появится у тебя ребенок. Я не спорю. Вот появится у тебя ребенок, будешь все это знать. Так это хит. В возрасте это абсолютно не играет никакой роли, я считаю. Просто ему нужно немножко повзрослеть и тогда, то есть набраться какой-то ответственности. Советы каких-то ебаных понадают, из-за которых они ссорятся будут. Вот они каждую передачу. Слушаем всех вокруг, у нас становится все супер хуево. Идем к психологу. Психолог дает базу какую-то. Аааа, так надо по людске, блять, поступать. У нас все хорошо. Я только сейчас понял, Саныч вернул хохолок. Какой хохолок? Ну вот этот у тебя. Нет. У меня там худры. У тебя локти нравятся. Валентина, он вернулся домой и рассказал о конфликте в кафе брату Илье. Илья старше Валентина на два года и опытнее в отношениях. Их в контре тоже. Ебать! Тебе не надоело с ней? Ну как бы мы уже четыре года, мы бы вообще притёрлись. Вот какая-то мелочёвка. Думаешь, надо всё? Линять? Ну ты понимаешь, ты до всех уже, ну ты надоел уже всем с ней там. Ну не твоё это. Типа она напрягает? Чего? Зумеры, видишь, оттупели окончательно. И у меня разговор удивили, они четыре года вместе. Ну ты всех заебал, тебе надо расставаться. А в чём, ну у них проблема какая-то в отношениях. Что, нахуй они вообще пришли? Видимо, он просто с этой дамой начал тусить и просто пропал из всего инфополя от всех корешей бывших. Ты заебан. Мы, бля, без тебя уже знаешь сколько очков набрали в этом динозаврике? Ебать, ты теряешь позиции. А тебя не напрягает эта разница? Нет. Ты сейчас на ней женишься, у вас будут дети, ей будут 50, а тебе сколько, будет 30? Тебе не кажется это странным, братан? Что в этом мире норма? Парень приятный, кстати говоря. Да, да, да. Да и девушка, на самом деле, приятная. Просто вместе им нужно нормальных найти пары и в себе, и будет всё нормально у них. Так они как твари раскроются, если они найдут себе повозу. Почему? Ну, бля, не знаю. Чел очень, ну девушка такая целеустремленная. Он достаточно реально сбросит. Вот ты видишь машину. Машина едет 4 года. И ты такой... Этим колёсам пойдёт другая тачка. А этой тачке пойдёт другие колёса. Пойдут другие колёса. Ты ставишь на эту тачку новые колёса, к этим колёсам новый корпус. Машины едут и просто... Блядь, авария, 12 труб. И ты такой... Наверное, не стоит трогать то, что работает хорошо. И я вот не понимаю, что не так-то. На хуй они в это шоу пришли? Они даже не ругались. Сидят в обнимку, что-то целуются. Никаких проблем нет. Что говорят другие люди обо мне, о моих отношениях, когда за спиной хихикаю, что, смотри, мама и сын идут. Это вообще легально. Меня это очень сильно напоминает. Так, да. Надо Вову сводить в больницу. У него там с гландами какая-то проблема. Сказали, надо удалять. Нужно проконсультироваться срочно с лором. А если я вообще не дома как бы? Ты мне поможешь или нет? А вот зачем на живую их вырывать? Что? Гланды. Их на живую вырывают? Раньше, да. Наркоз очень вредно. А наркопчёл? И... Продолжай, умный человек. Человек? Человек. Наркоз делать вредно для человека, для организма? Человек. 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 Юр, Юр. Лёшку возьми. Вредно, правда. Ты Лёшке сникерсы купишь? Куплю. Вредно делать наркоз для человека, и поэтому, чтобы меньше вредить, лучше... Ты вообще слышал, как дети орут, когда им гландеруют? Ну, орут, но, по крайней мере, им будет не больно. Я один раз слышал. Это очень странное воспоминание. Какая-то городская больница, и ребёнок орёт, но его будто убивают. Да нет, там же делают анестезию, естественно. Замораживают горло. Странно, странно. Давай я тебе минут через 10-15 позвоню сам. Тут с пацанами просто. Алло. В Мальчине? В Мальчине? Ацтек? Чего? Карта в центре. Это его друг или? Наверное, друг. Это сцена девушки. Это хорошо? Да. Да. Несмотря на занятость, Валентин встретил Вову из школы и повёл его в поликлинику. Жалоба была в школе у медиков, что им надо вырезать гланды. Сказали. Школьные врачи сказали, что у тебя какие-то проблемы в горлышке есть, да? Я посмотрю твоё горлышко. Ты не возражаешь, да? Так. Давай-ка. А, ещё разочек. Не бойся. А, язык вперёд. Ещё разочек. А, умничка. А скажите, пожалуйста, когда последний раз ребёнка смотрел лор? Ну, я не знаю. Ну, может, год назад. Год назад. Да как мне к вам обращаться, простите? Валентин. Валентин. Вы так молодо выглядите. Вы папа этого молодого человека? Нет, не совсем. Это... Это ваш братик? Если было бы так, это... Сын моей девушки. Ну, девушка, видимо, повзрослее немножечко, чем вы, да? Повзрослее немножечко, да. Понятно. Я должна дать заключение. А чего он мне сказал просто отчим? Он не знает таких слов, возможно. Просто отчим. Что ближних вопросов не задавали? А она тоже такая повзрослее. Нет, может, девушку не повзрослее. Я вот тоже лежу и думала... Делай свою работу, блин. Тебя ебёт или нет? Ребёнок и ребёнок. Ну, не папа я его. Тебе какая разница? Нашёл, привёл. Лечите. Денег дар. Видите, ребёнок болен. Надо лечить. Всё. Было у него, Лора не было. Какая, блин, разница? Состояние Ловы. Я не могу дать вам на руки это заключение. Заключение о состоянии здоровья как ребёнка, так и взрослого врач имеет право давать на руки только прямым родственникам. Государственное? Частное. Наверное, мелкому пацану тоже могут дать. В частное и забавное. Заключение дать не можем, но деньги возьмём. Посмотрим пацана. Нет, но у них заключение это хранится. Ну да. Я понял. Передайте, пожалуйста, маме, что надо прийти самой с ребёнком. Хорошо? Да. После осмотра я пошёл. Это всё ложь. Это всё ложь вообще. С кем ты не придёшь? Он просто выглядит как ребёнок. Выглядел бы он как взрослый, им вообще плевать. Ты можешь записать кого угодно на запись, просто фамилию сказать. Подойти на ресепшн и сказать, Кузьму Гридину на 24-й, запишите, пожалуйста, на 17-й. Они запишут. Потом ещё позвонят тебе. А я недавно в клинике по скандалю. Да? Да. Прям не вытерпел. Чё на тему. Сдавал анализы? Кровь брали у меня для эндокринолога. Значит, всё сдал, все дела. Мне говорят, эти анализы будут готовы тогда-то, тогда-то. А эти анализы мне сказали, будут готовы в течение 11 дней. Я говорю, ну мне надо к эндокринологу как бы послезавтра. Они говорят, ну в принципе, вы можете без этих анализов прийти. Я, знаешь, чего ответил? Я говорю, ну, в принципе, вы можете, наверное, не брать деньги тогда за эти анализы, раз я могу без них прийти. Зачем вы мне их назначили? Здесь они 11 дней будут делаться. Они знали, что эти эти послезавтра? Знали. Я им сказал. Они такие, ну, не знаю, как-то по-другому отошлите. Я говорю, по-другому отослать. Извините меня, но я всё-таки пришёл, сдал, заплатил день. Ну, прям, я вот что-то не выдержал. Не выдержал. Да нет, ты всё правильно говоришь, если они знали. Да какая разница? Правильно, неправильно. Так деньги дал за эти анализы и всё равно их сдал. Но прям захотелось вот, вот, немножко. Просто меня так вызовут тебя. Пр visits Алия. Потом ты можешь все отнести. Я такой… Пф, пф. Пф, пф. Потом… Кто прав? Угу. Я прям себе сдерживал весь этот гнев, который накопился, для того, чтобы прийти и высказать ей всё личное. Валентин повёл ребёнка к Юлине. Кому ей? Кい? А ей же почему? Все вот эти походы врачу, в early-kliniku, посидеть, ещё что-то. Я себя таким дураком чувствовал с этими анализами какими-то и так далее. Вообще ничего не понимаю. Я сейчас отдам для Вову. Но у меня работать не можешь еще с ним чаще погулять? Нет, нет. Все, пока. Пока, Вова. Пока. Пока, Вова. Вов, пойдем. Я стою в шоке, и я не понимаю, что произошло. Это разборка была. Жесть вообще. В итоге роль молодого отца Валентина... Пошел домой собирать кроватку. Так нафиг им эта передача. Я ей все выскажу. Я ей такое устрою. Я сегодня с Вовой чувствовал себя просто дураком. Пока. Нет, гулять не буду. Пока, Вова. Пойду домой делать домашние дела. Обидевшись, он пошел снимать стресс в гости к школьному другу Сергею, который тоже переехал из Челябинска. Нихуя утюг у него, не из-за челюсти. Серега, ты в каких вообще эмоциях пребываешь? Серега постоянно в хорошем настроении, мне кажется. Очень странно. Я еще сам не разобрался, мне говорили, что... Сколько этим зуммерам лет? Им же по 22 года. Почему они выглядят так... С 22 года в еду в школах стали добавлять гормоны роста, тестостерон. Такое чувство, блядь. Что это, зуммеры? Эти сигмы росли. Чего за квадратобородые гигачады, блядь? Тут, скорее всего, просто из-за того, что у него друзья такие. Вот у них такая компания, и вот нам кажется, что они все такие. Окей, ну я нормальный человек. Да, у меня друзья были все мрази, конченые, но я-то нормальный. Типа, это вообще не так считается. Целол, блядь. Ну, блядь, разговаривать они, конечно, не умеют, их так скучно слушать, я вообще ни слова не услышал и не запомнил. Хочется как бы тебе отдавать, а ты ведешься на это. Да, в этом плане я с тобой все классен, конечно. Я с тобой честен, не хочу никогда врать и говорю, как есть, просто надеюсь, что ты поймешь. Отношения выходного дня и брак со взрослой женщиной – это абсолютно разные вещи. Чего, там палатка сзади твоя стоит? Играл, ночевка была тебе. Я, честно тебе говорю, я против этих отношений. Мне кажется, без нее ты будешь чувствовать себя более свободным. Мужчина? У тебя слюнка в уголку. Вот здесь вот прям вытарись. Надо подумать над этим. Это неправильная позиция взрослой женщины. Она, как женщина, не должна его удерживать и лишать его какого-то будущего. Мне пойдет такая водолазка, как считаешь? Белая? Я вообще не считаю, что водолазка к кому-либо может пойти. Нет, если извини, не записываешь, вообще супер. Да, надо водолазку надевать с высоким воротом. И приглашает Валентина в свою компанию. Стас, как дела? Как дочка? Да, что, все отлично, учится в институте. Сколько ей лет уже? Что, что, 20 лет уже, белей? Да, да. Нифига себе. Чего? Я думаю, это рофл какой-то. Сколько ему лет? 20 лет дочке. Что-то в районе 30 ему. Такой 10 киндер задел. И ему же все получается на моей ровеснице. А тебе сколько? Ты сколько лет? 22. Ооо, прикольно. А ты работаешь? Да, да, работаешь. Зарплату же домой приносишь? Да, все приношу. Ну ты это говоришь, что она улыбка? Молодец, молодец. А чем увлекаешься там от свободы, от работы, время? Единоборствами. Да ладно, какими? Бокс. Ничего себе. В очках еще. Серьезно, мужчина. Очень интеллигентно так. Смотря на годы. Это прикрытие на самом деле. Мне очень понравилось вообще, как Валя влился в наш коллектив, скажем так, в нашу компанию. И я уверена, что наш мужчина еще очень многому его тоже научит. На следующей неделе на рыбалку поедем. Молодец. Снова на рыбалку? Ну, куда поедешь? В Орелку. В Орел? Да. А ты у меня разрешение спросил. Все, попал. Пока бук. А мы же тоже хочу на рыбалку. Да, Валярка вместе у тебя поедет. С какого перепугу? Сынчик. Просто кто ребенка впустил. Ну, мне надо, да, приучаться. Ну, смотри, зимняя рыбалка как-то дело такое. Ну, я так пообщался с Валентиной, он меня посмотрел, в принципе, ну, не сказал бы, что он ребенок. Не, ну, честно сказать, я бы с этим человеком тусил, он что-то знает. Да. Он что-то знает, сто процентов. Ну, прищур такой, что он что-то знает. Он выглядит очень хорошо. Что-то он, блядь, знает. Он точно знает состав эликсира бессмертия и вечной молодости. Либо где... А дренохром можно купить в Москве. Вот он это точно знает. Что, у меня стержень есть. То есть нормальный парень. Едем хорошо вместе. Я вижу, что она улыбается, цветет. Кажется, Валентин нашел общий язык с друзьями своей девушки. В отличие от Юли, которая чувствует себя в его компании чужой. Мне нравится проводить время с друзьями Юли в их компании. Они более взрослые, им есть что рассказать, более опытные. Я не могу понять строение его тела. Как-то у него плечи. Понимаешь, о чем я? Да, у него просто, может, очень хорошо развиты вот эти мышцы, чтобы сознание не терять, когда по башке получаешь. Как бы в каких-то таких сферах, которые... На боксе. Ну вообще, да. Как будто у него супердлинная шея и супергигантские. Уж таки трапеции. Стороны моих друзей не возникает никогда нападок в отношении Вали. Если я счастлива с Валентином, отлично. Ну, то есть у них нет такого... Ах, ему 22, слушай, ну, а вдруг вот давай что-нибудь другого себе подыщешь или что-то еще. Нет, они видят, что я счастлива, и они за меня рады. На следующий день Валентин после учебы решает заскочить к Юле на курсы иностранных языков, где девушек... Валентин очень любит обтягивающую одежду. Вот на нем прям все. И джинсы, и вот эта кофта, он прям как кукла. Риский. Привет. Как дела? Зачем тебе суши, что написано «Крыто с Одесситом»? Это что, рэп-строчка из какой-то песни? Юля, это твой был только что, что ли? Ничего себе, он такой молодой. А сколько ему? 42. Ого, это у вас сколько лет разницы? Больше 10 получается? Ощущается разница возраста? Ой, будет очень последней. Чуть-чуть, что здесь разница, кстати, более вот такая большая, на самом деле. Не боишься, что такой молодой? Нет. Куда-нибудь? Нет. А ты не боишься, что твой немолодой куда-нибудь пусти? Нет, не боишься? А зря. На молодых тоже клюют. Ну, я бы переживала, наверное, оттуда. А-а-а, ты не на моем месте. Закончили разговор на работе неуместного? Да? Все, все, хорошо. Поэтому все отлично. Ну, это здорово. Ну, ты на самом деле молодец, потому что, мне кажется, я так не смогла. Я даже не рассматривала бы... А-а-а, это и не с тобой происходит. Я вот скажу, что мне не нравится твой выбор, но вот в такой форме, чтобы не доебаться. Потому что я-то не считаю, что я сука, а я хочу вести себя как сука. А что, мникерчик давно делала, да? Ну, это видно. А ложе меня? А никогда. Ну, в принципе, это, наверное, не есть. Кого ебет твой выбор? Тебя кто-то спрашивал? Это ты меня спросила, о чем я думаю? И мне абсолютно плевать. Какие у тебя предпочтения? Странная женщина. Просто хуйни вбросила. Он очень молодой, и, мне кажется, для Юли не сильно подходит, потому что она серьезная девушка с большими планами, амбициями. Нихуя себе! Она еще и прикрывается. Ой, она такая хорошая. Я считаю, ей не подходит. Ты кто такая? Ты откуда знаешь, что ей подходит? Не очень понимаю, что такой человек делает рядом с такой девушкой. После примирения Юля не сдается и... Женщина, еще можете порадоваться за другую женщину? Что за козни вечно здесь строятся, пиздец? Пытки сблизиться с друзьями Валентина. Она понимает, что влияние друзей на молодого человека огромное. И до сих пор ни один из них не принял Юлю. Молодые люди собираются на вечеринку с друзьями в клуб. Вот я, вот уже придурала, вот смотри, джинсик. Витя, ведро. Ну, слушай, футболочку надо поменять. Надо что-то, знаешь, чтобы обратили внимание на твою широкую... На твое широкое сердце. Кто-нибудь из декольте. Сам понеси из декольте. Дя, суббота, выходной. Я и так иду, блин, в клуб тусить. Я хочу чувствовать себя комфортно. Да давай, пацаны, зацените, какая ты классная. Вообще, типа, ворвешься с нами. Давай. Ворвусь куда-то титьками наружу, блин. Ну, как минимум, нам на входе будет точно проще. Нас точно впустят. Конечно, я хочу, чтобы моя девушка выглядела... Конечно, я хочу, чтобы моя девушка показывала сиськи кому-то. Что? Блин, если ты ващаться, сёшь, охранник, нас всех бесплатно пустят. Чё? Что у него на руке есть? Ты чё вы же оскорбляешь? Ну, вот это в целом, как бы, такое подчеркнёт. Я надеваю это платье, и впереди меня идёт моя грудь, а не я. И я понимаю, что когда я туда приду, все будут на меня смотреть. Не на меня, а на мою грудь. И... Чё-то они не сочетаются. Я не люблю вот такие какие-то взгляды людей. И надо было кепку назад. Ну, в целом, я думаю, им комфортнее в платье. Знаешь, они так хорошо выглядят сразу, как бы... Да? Любуюсь своим большим сердцем. Ну, вот смотри, чтобы все моим большим сердцем не любовались, я пойду в джинсах и в футболке. Боя. Угу. Мне не удалось Юлию заставить одеться нормально, потому что она взрослая и сама знает, что она хочет. Да! Да, 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 да! Да, 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 да! Давай, Гори, сейчас. Погнали, да! Погнали, да! Да, Чокка, давай! Ты че? Погнали с нами! Как так получается, что вот девочке там... Она им не нравится, потому что им нравится этот мальчик, и они к нему клеятся, и как вот они до этой женщины к ним не клеились? Или че? Че, почему сейчас вот такое внимание ему уделять? Я думаю, к нему всегда было высокое внимание. А, ну, просто он не заинтересован был. Бля, ну ты тоже, конечно, бля, надела. Может, ты еще бы, блядь, какой-нибудь, я не знаю, халат. В натуре, бля, пришла в клуб в джинсах, в футболке. Вот как женщин должны выглядеть. Значит, юбка, вот, вот досюда, вот максимум, да? Стринги, чтобы вот прям торчали, блядь, из спины. И вот такая рубашка, так вот перевязанная, типа. Да, еще этот, ковбойская шляпа. Да, и губы такие красные, накачан. И эмилирование. Как проститутка из барата примерно. Ну, только, ну, внешне другая. Ну, не то, что внешне. Ну, короче, блядь, в клуб же идем, блин, а не в галерею. Валентин остался в клубе веселиться с друзьями, а Юлия вернулась домой. Обустроившись и купив квартиру в Москве, Юлия перевезла из Челябинска не только родителей сына, но и сестру с мужем и двумя детьми, которые теперь живут с ней. Поэтому с вечеринки Юлю встречает родная сестра Олеся. Да, что без крюки-то? Да, позвали по сути, все равно я ключи в скоромке оставила. Что случилось-то у тебя? Да, ничего, как всегда, со своими друзьями. Да, давайте тусоваться, давайте бухать, блин. А я сидела, 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 мне надоело, и я пошла домой. Но если так происходит, тогда зачем мы вместе-то все время до сих пор? Если вам нужны только гулянки, друзья? Ну, не знаю. Я же его люблю. Хорошо, спокойно. Секс у нас хороший. Ну, я с ним приятно. Так не ходи на гулянки, тише. Ты же понимаешь, что ты не самая главная? Что самое главное? У тебя семья. Ну и что мне? Нет, нет, нет. Я семью бросила. И ребенка бросила. Ты что, не понимаешь? Нет, ребенок с ней живет. Она же перевезла все. С бабушкой и дедушкой она живет. А-а-а. А сестру она, видимо, с ребенком сестры перевезла? Это он должен быть надежным дылом. Я считаю, что у Юли как будто бы сейчас появилось два сына. Один молодой, маленький совсем еще, а второй старший. Он тоже сын, тоже как ребенок. Валентин видел, что Юля ушла. Но его это не расстроило. Парень продолжил веселиться, а уже после отправился мириться к Юле. Че надо? Привет, рыбка. Еще шоу хочу, где дети и взрослые меняются местами. Вот представь, папаша скуф идет в школу, учится со всеми детьми, ну там на несколько дней, и со всеми сложностями сталкивается. Он должен вести себя как ребенок. Я понял. А первоклассник сын, типа, управляет атомной электростанцией? Не первоклассник, конечно, но он не может перечить учителю. То есть учитель будет его ругать. Он не должен как взрослый сказать, его че здесь устроили. Он должен как школьник сидеть, терпеть, чтобы понять, насколько это сложно. А школьник должен ехать на работу, тоже какой-то стресс испытывать. Спать мамой. Бля. Усы надевайте. О, че ж я тебе устрою. Мама, ой, прости. Наташа. Короче, классное шоу получите. Ну, без, без инцеста. Так ты что инцест сейчас не описал? Нет, вот с этим элементом шоу, правда, будет интересное, как минимум. То есть, я бы, знаешь, смотрел это шоу, такой, ну, интересное за че. А потом он гордону покупает. Вот это да. Это такое шоу. Ну, такое на июне пропустят. Но в целом... Да такое, блядь, и... Я не знаю. Ну, смену, как бы, ролей можно. На НТВ 90-х гадов не пропустили. Рыбка, я осознал свою ошибку. Это не хлопнется. Это не хлопнется. Конечно же, Юля меня прощает. Карман, это не хлопнется. Вся большая Юлина семья спокойно относится к тому, что молодой человек у них – частый гость. И нередко остается ночевать. Раз, давай. Все, все, все. Нет, давай, давай. Все. Нет. Родители Юли в целом не против этих отношений, но хотят для дочери стабильности и счастливого семейного будущего. Может, уж пора бы как-то это определить, свои отношения. Как нормально это молодежь-то поступает. Браки какие-то заключают, детей рожают. Или сейчас это не модно уже. Абсолютно. Институт семьи – это хайп или зашквар? Когда твоя ЛПшка шипперит тебя с крашеным, ты испытываешь кринж или рохл? А какой смысл тогда вообще таких вот отношений? Вот нам как-то не понять, нашему поколению как-то не понять. Ебать, они странно кушают. Контейнеры и пакеты навали. Просто не в миску, а, блядь, все, что у нас есть. А это хорошо, зато, блядь, не надо мыть ничего. Правильно. Ну, пролетит быстро. Не успеете оглянуться, как уже это. И детей не захочется заводить. Че, так же хорошо жить эгоистам-то. И мне говорят, ну, а что, ну, давай, давай. А я такой, а я ничего не хочу давать. Я хочу спать. Ну, у тебя-то вообще какие мысли, товарищ? Я пока не готов. К семье бежит. Да. Не нажимай. Я думаю, я еще не очень устойчиво на ногах стою. Пока что я только в начале своего пути. Это ясно. Можете, пожалуйста, не давить ее. Я тоже стараюсь. Мы больше не будем давить. Он же старается, он нашел работу. Сейчас дальше занимает. Ну, вот он себя поставил лучше, чем тот мужик из прошлого выпуска. Да, да, да. Тот вообще не вывез разговора. Я тут хоть как-то рамки обозначил. Дальше. Ну, это ты взрослее этого мужика. Ну, что, а что через пять лет родить нельзя, ребенка, я не понимаю. Вот мы и выяснили, что на ближайшие пять лет ситуация стабильна, да, будет? Ну, все. Ну, пять лет. Пять лет – это слишком большой срок, в общем-то. Кто знает, что произойдет за эти пять лет. Конечно, как у каждой девочки, мечтающей о долгой и счастливой жизни с любимым мужчиной, у меня была надежда, что сейчас при родителях, возможно, он озвучит те мысли, которые я хотела от него услышать. То есть это мысли о совместном проживании, это мысли о замужестве, создании семьи и так далее. Ячейка общества, жениться и так далее – это не мое. Хочу трахаться, ходить в клуб, я не хочу водить пиздюков по больницам. Так ему 22, естественно, это нормальное желание. Он просто мефочку потрахивает, и все прикольно. Да, значит, размечталась. Юлия уверена, что на Валентина влияют его молодые друзья, которые категорически не принимают и не одобряют их отношения. Чтобы повернуть ситуацию в свою пользу, Юля пригласила на съемки маму Валентина, которая всегда поддерживала пару. Мама! Что за сюрприз вообще? Ты что здесь делаешь вообще? Мы вроде просто гуляли. Да мы давно здесь уже. Все я позвала. Ну, это очень неожиданный сюрприз. Мне очень нравится. Классно. И что, какие планы вообще? На сколько ты делаешь? На денек повидаться. Ничего себе. А почему ты даже не допустил этого сюрприз? Так если сюрприз, он же должен быть неожиданным. Драка просто обрабатывают со всех сторон. Хотела, чтобы наши мамы познакомились, пообщались. Ну, мы, типа, точно не проженить будем говорить. Да, конечно, конечно, точно. Ну, ты в будущем чем думаешь? Помощь же нужна какая-то, чтобы дома тебе, я не знаю, потешка. Что, нагреждаю тебя бы немножко, то так можно и инфаркт ставить. Хорошо. Меня бесит, что Юля, как обычно, что-то придумала, решила все и подумала, что все будет вот так вот. К чему тебя эти отношения вообще ведут тогда? Что это тебе дает? Мне комфортно, мне классно. А в чем комфортно и классно? Мне нравится с Юлей болтать, она очень умеет. Вот так-то, ну, хорошо. Она мне себя поддерживает в нужные моменты. Ну, да, тогда, да, тогда понятно. Как будто даже не с нейросетью какой-то чад-бот на челике. Он такие какие-то максимально простые ответы дает, максимально размытые, не имеющие никакого значения. А, мне кажется, он довольно умный парень. Он понимает, как общаться вот с этими людьми, чтобы лишние... Обязаловку не накинули. Да, да, да. Он легко съезжает с каждой темы. Он на самом деле очень умный парень, он правильно все делает. Но это не очень красиво, он ее просто время тратит. Это, да, да, но... Ему по кайфу, ну и он потом уже... Свой опыт какой-то он получает. А она будет потом уже просто старая. Он мне, знаешь, напоминает такого человека, у которого вот ты смотришь и думаешь, блядь, откуда у тебя деньги? Вот он мне такого человека напоминает, но деньги у него всегда есть, почему-то. Что для обязательств Валентин слишком молод. У Юли два выхода. Либо смириться и ждать, пока парень повзрослеет и сможет нести ответственность за семью, либо расставаться здесь и сейчас. Мам! Подожди меня. Пойдем поговорим. Пойдем. Я так рад, что ты приехала. А вообще как бы ты, допустим, с ее ребенком? Он достаточно большой ведь мальчик уже. Как это? Да, мы с ним хорошо общаемся и мы... Он считает меня другом. То есть он не считает меня своим отцом. Это несомненный плюс. Ну это уже хорошо. А своих-то не хочется к немуть? В 22-х. Я не готов, по-моему, вообще, к этому. Я сам не так давно встал на ноги. А ты прямо встала уже на ноги? В том-то и дело, что ты еще не до конца. Я не готов к детям. Ну так, а опять же, зачем тогда отношения заведите, если ты еще на ноги не встал? Как ты думаешь? Они все этот вопрос задают? Ну, блин, вы не понимаете, что ли? Ну, по приколу. Мне прикольно. Мне прикольно спать с ней. Прикольно, что она готова. Ну, а это старшее поколение, оно... Понимаешь, вот у людей вот этого возраста, у них, если есть уже отношения... Ну да. Они уже прожили все эти конфетно-букетные периоды, когда именно отношения просто в кайф. Прикольно, мы встречаемся. Они просто не такие эгоисты, мне кажется, они даже представить не могут, что он это делает просто, ну, по кайфу ему. Он ее бросит, а потом не найдется у человека. Они-то реально думают, ну, уже прожив там по 15-20 лет с людьми рядом, что, типа, вот он работает, вот у него деньги есть, вот стабильность есть какая-то, такой характер есть, там, детей мы завели и прочее, то есть вот. А про вот эти конфетно-букетные периоды уже никто не вспоминает. Было и было. До первой пьяной ссоры. А вдруг что-то получится, да? Может быть. Я всегда позволяю ему делать ошибки, потому что если он и через них не пройдет, он не осознает то, что лучше бы не делать. Я могу на него повлиять только советом. Ты знаешь, вот в ее возрасте... У меня такое чувство, если на улице тебе нужно надевать куртку поверх себя, то шапка тоже нужна. Только сегодня шапку впервые надел, тебе же суждает о том, что шапку нужно. Я шапку ношу с начала морозов. Первый раз ты увидел сегодня в шапке. Мне бы было обидно, что у меня вот так вот динамит, динамит, а потом как ей потом быть? У нее годы-то уходят, а ты занимаешь вот это чужое место, может быть. Как вот ты думаешь? Да, очень важная мысль. Возможно, это стоит заканчивать. Давай я ее думай. Хорошо. Юля осознала, что все это время дело было не в окружении Валентина, а в нем самом. Юля решает обратиться к психологу, чтобы понять, почему молодой человек не готов брать на себя ответственность. Валентин с интересом... Прямо сейчас я два раза пукнула. В первом пердеже что вы услышали? Я услышал смятение, какую-то озабоченность в будущем. А во втором? А второй пук, он такой агрессивный и настойчивый, и даже у него запах такой более обволакивающий, как будто душит меня. Как будто не дает мне свободы. А вот что скажете насчет этого? Мне кажется, это что-то... Это домашнее задание, да? Это надо дома проработать. Вот этот пук, это вы, первые два, ваши мама и папа. Вам нужны с единиц. Понимаете? Понимаю. Вот и все. Сколько с меня? Десять тысяч, Москва. Очень дешево. Ну, конечно. Предложение Юли. Пара пришла к психологу проекта Алене Савиновой. Валентин, что было для вас хорошим результатом нашей встречи? Хорошим результатом, если я пойму, как правильно совмещать общение друзей, чтобы... Я не знаю, что сказать, потому что мне похуй, бля, а че ей там не нравилось? Ну, давайте вот это вот. Чтобы они ее принимали, чтобы было комфортно. Вам важно, да, чтобы они как-то принимали ваш выбор? Че, папа, моя няня реально от инфаркта умер? Я бы шути. Блядь, ты просто так сказал серьезно это. Мне хотелось бы, чтобы и когда я иду с друзьями гулять, чтобы я мог пригласить девушку, и чтобы все были довольны. А сейчас у вас нет такого права? Я могу пригласить, но не всегда хорошая коммуникация идет. Ну, друзья не принимают. Юля, как вы себя чувствуете сейчас, когда мы говорим о том, что вас не принимают в окружении? Мне неприятно это слышать, но мне больше, наверное, неприятно то, что он не может меня позвать. Ну, то есть, не от того, что он отстаивает, да я хочу, блин, с ней прийти, типа я хочу с ней время проводить, точно так же, как и с вами. Так он настаивает. Если это мой выбор, выложите, как мои друзья. Она даже не хочет, он настаивает. А здесь, наверное, большая проблема в том, что их смущает, что они не понимают. Она сидит такая и думает, бля, сейчас этих лохов разведу, еще себе губы вкалю. У нас есть общего, потому что у нас есть разница в возрасте. Но если говорить про эту разницу в возрасте, вот лично я ее не ощущаю. Давай уже пердешь. Часто это бывает очень комфортно обоим. Мужчине, которому нужно немножко подрасти, и женщине его доращивать, доращивать, доращивать в процессе жизни совместной. Мы вместе четыре с половиной года, у нас не всегда было все гладко. Полтора года назад он сказал, что все, он хочет двигаться дальше, что нам с ним не по пути, и он закончил отношения. Я на тот момент была в состоянии переезда, вот, и у меня настолько, видимо, со всеми вот этими ситуациями случился стресс. Я вообще не понимала, что я делаю, как мне жить, куда мне идти. Я не хотела утром просыпаться, то есть я не могла вообще ни о чем думать. Я не понимала, что произошло, что такого случилось, что человек мне говорит, ну, как бы, все. Мне было очень больно. Валентина, что сейчас с вами? Как вы себя чувствуете? Я прикольна, блужи, бубы. Ну, да, это видно. Ну, что она испытала боль, что я причинил такую боль в первую очередь. А чем это было выслано? С чего вдруг так случилось? У меня была депрессия. Вот эти вот истории про то, что он западает в депрессию, она западает в депрессию, что такое, да, запасть в депрессию? Это значит потерять себя, потерять смысл, потерять... А она вот, она прям всему верит, что ей говорят. Она даже не задумывается, что... Не, ну, ей же то, что говорят, на то и анализируют. А она что, блядь, Шерла Холмс, она должна... А, так вы верите, прям сейчас мне. Ну, блядь, уж могла бы постараться. О, рост, прозрелость. Человек целостный, сильный. Он упирается на себя, на слове внутренних... Просто вот это вот все вот... Так, блядь, вот... Это какая-то ебала, не проще ли пойти, я не знаю, к 80-летнему человеку и сказать, смотри, такая ситуация. Чем все кончится? А человек, когда ему 80, он по-любому видел уже вообще все варианты. Я так, блядь, чувак, вообще-то у нас на Руси принято ходить к батюшке за советом. Идешь к батюшке, и батюшка порешит, что нужно делать. Просто батюшка скажет... К батюшке или к батюшке? К батюшке. И батюшка скажет, пусть жена твоя рот закроет, и детей тебе рожают. Все, Бог его словит. Думаю, люди, которые в возрасте... Они не спокойные, не конфликтные, ну, большинство с ними, они много чего видели. Они просто тупо знают, как все кончится, потому что люди одинаковые. Я говорю, к батюшкам для этого ходят. Батюшки не все такого возраста. И вот когда он такой, то, что бы ни происходило, его не завалишь. Ну, то есть он устойчив, понимаете, да? Какой-то хуйню вообще. Вы можете опираться на партнера, на его силу. Я думаю, что вы, если будете очень искренне, честны с собой, вы замечаете, что есть такие моменты, когда Валентина вас опирается. На ваше мнение, на вашу уверенность, на ваш целеустремленность. Чего вы даже лучше еще не начали расти? Чего вы его грузите вообще? Две тетки собрались, промывают ему мозг. Только в отношениях с Юлей. А чего просто ее время тратить? Я думаю, что в отношениях с друзьями. Женщина уважает мужчину тогда, когда он умеет устраивать границы. И может говорить ей нет. Нихуя себе. Идите в силу. Идите в силу. Она у вас точно есть. Иди в силу. И чем сильнее вы удастся в ее операцию, в свою собственную силу, тем больше вас будут уважать. Я Сигма, я Сигма. И цените. Сигма, Сигма. У него есть эта сила внутри. И он может это все. Это че? Да это секта сила какой-то, блядь. Они все берут силу. Но по какой-то причине, я не знаю по какой, он боится это выпустить. Чего? После общения с родителями... Я выпустил силу и... О, пердежь нарисовал. Ты маленьких пукай, а ты большой пук. В подтверждение своих намерений, она решает сделать татуировку с именем любимого. Конечно, я хочу замуж. Конечно, я хочу... Это зря. Он вот настолько от расставания, там микрон только по месяцу, и ты татуировку делаешь. Создать семью. То есть, пусть даже это если в ракурсе пяти в ближайших лет рассматривать... О, Дэна Шмальца классная. Помнишь, татухи были на ногах? Не помнишь татухи на ногах Дэна Шмальца? Какие? На пятке левый-левый, а на правый-правый. А, точно. Я скучаю по Дэну Шмальц. ...психолога решает еще раз поговорить с ними о Юле. Вроде познакомился с ее друзьями, принимают, все супер. Единственное... Так сказал бы, то он умер. Ну да, но он в нескольких тысячах километров. Не то, что мы прям виделись постоянно. Но, знаешь, вот сам факт, что вот Дэн Шмальц где-то недалеко, мне грел душ. А сейчас Дэн Шмальц далеко-далеко. Мои друзья что-то ее как-то не принимают, не могут притереться, что ли. На голотроне. Слушай, ну это логично, как бы, что там разница в возрасте не такая критичная, поэтому... Ты че, спустя, звукозайки себе? Он реально хочет стать рейкером? Слушай, разница вообще особой не очень, а мне интересна с ней. Не смущает даже то, что у нее есть ребенок. Ты на это готов? Да. Я думаю, да. Тебе не кажется, что она за тебя все решает? Нет такого ощущения? Да не, я не согласен. Блин, ну, начнем с того, что Юля как бы 37. Нет, лично я, конечно, не считаю. Бля, да вы сами все по 35 выглядите, челы. Особенно этот. Это вообще пониник какой-то. Вообще все какие-то типа зумеры, но нихуя не зумеры. Че происходит? Где старые добрые еки камори? Ну или как эти кенгурухи называются? Я не знаю. Кенгуруми. Кенгуруми, вот, кенгуруми, спиннеры, блин, кепки такие с козырьками. Огромное препятствие на пути нашего с необщением, но все же как-то стремно, что ли, не знаю. Ну типа придет какая-то женщина, ей будет неловко, нам будет неловко. То есть она тебе понравилась? Ну может она и нам понравится? В чем проблема? Это его друзья, а с кем он до этого тусил? Они больше похожи на его друзья? Однокругие. Точно. Ну я хочу, чтобы мы все вместе... Так как нагручники, это не настоящие друзья, это друзья поневоле. Это как? Нет, однокругие это уже как раз в универе считаются самые лучшие друзья ты находишь. Потому что ты по интересам с людьми идешь в помещениях. Ну да, у обоих интерес быть поваром, типа. А не потому что вы кое-куда поступили, хоть куда, сколько баллов хватило. Ну кто кое-куда, сколько баллов хватило, а кто-то специально на повар и пошел. Ну да. ... чтобы я не выбирал. Была вообще бестолковая идея что-то у них спрашивать. Просто постебались, как бы не дали никакого совета нормального. Именно эта встреча все расставила в голове Валентина по своим местам. Когда друзья стали готовы принять Юлию в свою компанию, он понял, что не хочет этого сам. Та-дам! Бля-а-а! Он с ней расстался. Он понял, что не хочет ничего. Это татуировка с твоим именем и датой нашего знакомства. Бля-а-а! Ты серьезно? Да. А ты не подумала, что, может быть, поторопилась? Нет, я хотела. Я понял. Так, ну ладно, ты тоже о чем-то хотел поговорить? Да. Знаешь, я много об этом думал. Угу. И это взвешенное решение. Я хочу стать рэпером. Нам нужно расстаться. Окончать. И это тоже, да, мы расстаемся. Я не готов к взрослой жизни твоему взрослому сыну. Я не готов жить с тобой вместе. Я хочу тусоваться. Ну и славно, все отлично. Она найдет себе мужчину, который хочет этого, найдет себе девчонку, с которой будет тусоваться, и все будут счастливы. Отличная концовка. Как неприятно это звучит. Было бы хуже намного для нее в будущем. Было бы ужасно. Да, да, да. Был бы пиздец. Я понимаю, но все равно как бы. Он бы ей изменял. Бля-ть, там трагед... А если бы она еще ребенка от него завела, он бы все равно ушел. Был бы полный пиздец. Я рад за ним. С тобой это нереально. Ты тянешь меня в семейную бытовуху. А мне всего 22 года. Я настолько шокирована, что я в принципе не могу дать характеристику его поступку. Нет слов. Я искренне люблю этого человека. И я искренне хочу, чтобы он был счастлив. Неважно, кто это буду, я или другая девочка. Если он принял это решение, и он будет счастлив, я за него буду только рада. Да, мне неприятно. Да, я сейчас плачу. Да, как бы, блин, я переживаю за этой ситуацией и так далее. Но я его искренне люблю и хочу, чтобы он был счастлив. Неважно, с кем со мной, не со мной. Я хочу просто, чтобы человеку, которого я люблю, у него все было хорошо в жизни. Я считаю, что я поступил как... Но так будет лучше для всех. Жалко, ему не дали больше сказать. Жалко. Я бы хотел, чтобы он еще чем-то сказал. Да почему? Типа, знаешь, что-то он сказал, сидит, я бы на месте оператора обстоял, я бы такой... И он бы начал какую-нибудь хуйню говорить, и было бы смешно. На этом все, всем пока. Спасибо.